Я следователь следственного отдела управления ФСБ по Центральному военному округу. Фамилия Маркан. Да, без печати. В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле оперативники ФСБ по Центральному военному округу нанесли удар по организации, именующей себя СССР, и члены которой считают, что они реально до сих пор живут в Советском Союзе, а Россию называют по-советски РСФСР. В Екатеринбурге чуть не ляпнул в Свердловске, чекисты задержали и отправили под домашний арест в его квартиру на бакинских комиссаров Андрея Злоказова, который, по версии СССР, временно исполняет обязанности главы Свердловской и почему-то до кучи и Челябинской областей и занимает еще массу высоких должностей в СССРе. А-ля полпредпрезидента, руководитель КГБ, главный судья, председатель военного трибунала. Как можно сидеть на стольких стульях? Злоказов Андрей Геннадьевич, командующий вооруженными силами территории Свердловской области РСФСР. А параллельно с задержанием Злоказова в Нижнем городе Тагиле чекисты допросили, но вроде бы как не закрыли, некоего Петра Афанасенко, который по СССРовской версии является главой Нижнего Тагила и даже возглавляет Министерство внутренних дел всего Советского Союза. В принципе, об этой общественной организации с амбициозным названием СМИ рассказывали еще в 2016 году, когда СССРовцы предлагали всем желающим приобрести за несколько тысяч российских рублей гражданство СССР и еще предлагали гражданам передавать Советскому Союзу документы на квартиры, гаражи и машины. Если эта компания оформит все на себя, то есть можно просто лишиться всего. Весной 2018 года чекисты заинтересовались СССР в связи с тем, что Андрей Злоказов разослал по войсковым частям Свердловской области приказ от имени президента СССР переходить на сторону Советского Союза. А в военную прокуратуру ЦВО Злоказов принес документы самолично. И силовики сочли это сверхнаглостью. Два комплекта документов я передаю. В этих приказах он всячески призывает вступать на сторону вооруженных сил СССР, а в случае отказа от вступления угрожает убийством, то есть ликвидацией военным трибуналом, в том числе и семьям данных военнослужащих. Не, ну согласитесь, одно дело, когда людям продают справки о гражданстве несуществующего государства. Ну, типа прикол. И другое дело, когда войскам предлагают перейти на сторону другого государства. Вот тут уж не до шуток, как есть мятеж. Но чекисты возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». При обыске у Злоказова были обнаружены пара десятков удостоверений и печатей с символикой СССР, несколько тысяч указов и постановлений и даже одно письмо министру внутренних дел России, не РСФСР, а Российской Федерации Владимиру Колокольцеву. Я вас официально уведомляю, что считаю своим гражданским и военным долгом приступить к формированию партизанского отряда. По итогам этой антисоветской спецоперации чекисты намерены обратиться в Генпрокуратуру России с требованием признать СССР экстремистской организацией. А ведь могли сформулировать и пожестче, признать СССР террористической организацией, запрещенной на территории России. Сам Андрей Злоказов, находящийся под домашним арестом, почему-то спокойно общается по скайпу и заявляет, что, а впрочем, слушаем его. Во-первых, они привлекли сюда Верхесецкий суд. Пусть и уголовный, но это не военный. А должен быть военный суд.